Правительство Армения объявило о применении амнистии в отношении лиц осужденных или объявленных в розыск по обвинению в уклонении от обязательной военной службы до начала войны в Карабахе осенью 2020 года. Решение распространяется на лиц, достигших до 26 сентября 2020 года, включительно до войны в Нагорном Карабахе 27 лет для рядового состава и 35 лет для офицерского состава подозреваемых, обвиняемых или осужденных только по статье 327 Уголовного кодекса Армении уклонения от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации, заявил в четверг на заседании правительства. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. По его словам, амнистия будет распространена также на лиц, в отношении которых наказание в виде лишения свободы условно не применено и на лиц, находящихся в розыске. Комментируя принятое решение, пемьер-министр Никол Пашинян отметил, что данный вопрос всегда вызывал много споров, но правительство решило принять такое решение. Многие считают, что сейчас самое неуместное время для такого решения, заметил пемьер. Прежние амнистии, напомнил он, не распространялись на указанную группу граждан. Но наша армия сейчас переходит в период глубоких реформ и сейчас мы можем зафиксировать их отправную точку, добавил Пашинян. Он также заявил, что подавляющее большинство разыскиваемых в Армении лиц, около 90% разыскиваются именно в связи с уклонением от службы в армии. По информации армянских СМИ, число людей, потенциально подпадающих под амнистию, составляет около 5130.